мне 24 но я выгляжу на 34 мясо было очень расслабленно отсосал другу под бифедроном мы порвем ваш рынок музыкальный а там прямо это неправда сишка сишка сишки нету ты нервничаешь такой стартовский юмор энергия бали который вот исцеляющее действие дает на самом деле я я скептически к этому отношусь достаточно так я считаю что вся энергия находится внутри нас да и мы сами распоряжаемся что ну да можно допустим находиться в россии в украине и в принципе неплохо себя чувствовать если у тебя как бы все в порядке с внутренним настроем другое дело что просто на бале условия здесь не нужно думать там о каких-то бытовых вещах их намного меньше то есть у тебя больше свободы здесь действий у тебя больше свободы креатива и это вдохновляет но это исключительно ну как бы не обязательно это магия самого острова хотя здесь есть как бы существует некая каста людей которые верят то что здесь очень намоленное место да потому что здесь они объясняют это больше храмов чем людей живет ага то есть у каждого дома у каждого жилища есть свой храм маленький небольшой да вот ты видишь эти подношения до которые приносят каждый день палочки они ставят вот эти корзиночки с цветами да еще еще что-то к своим храмом соответственно все-таки какой-то но какие-то действия они в эту сторону совершают и мы как бы можем скептически к этому относиться продолжать но если люди это делают периодически да и уже долгое время то наверное для них психологически это имеет какую-то все-таки важность возможно для них это ритуал который их успокаивает или дает им уверенность том что они будут делать что-то правильно ну то есть мы можем в это привлекать какую-то эзотерику извне да и духовные вещи но я думаю что это просто психологический ритуал который позволяет людям чувствовать себя здесь более уверенным честно говоря на бали помню тоже когда первый раз прилетел я летел у меня был прямо рейс из китая еще до короны там там года три назад и конечно после китая кто не знает а вы никто не знает кстати макс он тоже китаист сколько лет ты в китае четыре года четыре года прожил это шанхай да нет шенчжэнь и у него были проекты можешь сказать какие лау вай ру да вы многие кто за мной следите вы знаете про эти проекты потому что я знал про этот проект я знаком с папой макс и и только здесь мы типа случайно опять же да встречаемся на стендапе извините я перебил но не мог не сказать он наш ребят да я четыре года прожил в китае первый раз туда попал в 12 лет к отцу приезжал там 13 лет я уже торговал этими телефонами из хваченбэя было прикольно типа я прям отец втягивал в это все дело чтобы передать потом наш бизнес семейный это был синаком или китайский компот вот как бы я управлял как да ребят еще одна ссылочка кто помнит китайский компот в какой-то момент если я не ошибаюсь он наверное такой номер один был ресурс информационный не было и было было полушария но давай так я его вообще китайскому не отношу потому что все-таки там он мне всегда не нравился потому что он больше на компот похож чем ваш компот на компот там все было там вся юго-восточная азия корея там япония там все было да и я даже потом у меня пекинец появился благодаря тому что я мне не нравился восточной полушарии нихрена не мог найти про пекин в котором я жил а ты был в шенчжене китайский компот то помнит вот это сын основатель ну и собственно с руководителей как да 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 какое-то время я им руководил тоже до продажи в общем ладно сейчас не об я лечу я прилетаю из китая причем в китае я был полтора месяца тоже после островов упал телефон после пангана и мне было в китае очень некомфортно то есть резко я вдруг почувствовал что в китае я живу как будто в муравейнике у меня была квартира знаешь сорока этажное здание ну вот это типичное жилое в шенчжене на границе с гонконгом да и ты просто в муравейнике живешь то есть там не бывало такого что ты просто в покое ну типа всегда есть какой-то шум какой-то экшен типа ночью днем утром не важно ну как бы на том контрасте я мне было сложно типа месяца даже не хватило что привыкнуть тогда в тот момент я такой так мне что-то тяжеловато думаю прям вот такой такая перестройка я что все дела позакрывал и думаю у меня еще обратный билет когда был из таиланда в киев я думаю ну слетаю на бали потом вернусь таиланд первый раз прилетел на бали и меня удивило что первый же у меня был водитель как бы который доставляет из аэропорта до отеля и этот водитель ну типа он прям был счастливым человеком обычный местный до азиат абсолютно улыбающийся счастливый человек который мне всю поездку шутил всю поездку ставил какое-то своем узло индонезийское пытался показывать какое оно классное и это так типа не шарить и мы порвем до ваш рынок музыкальный это было так искренне и круто что я такой воу типа посмотри ну в китае ты понимаешь там все загруженные в своих делах таксисты ну конечно они обращают на тебя внимание что белый с тобой лова и прикольно пообщаться там но в целом как бы вся вот эта загрузка здесь он он был открыт как бы я такой о прикольно вот и был очень активный месяц здесь на бали такой первый это какой год по моему 18 или девятнадцатый два-три года назад до до короны вы так будем считать я думаю потому что до короны здесь прямо было намного больше людей здесь было ну в какой-то период здесь прямо жилье нельзя было снять ну то есть или очень дорого ребят я скажу что есть некие плюсы в короне не только для тех кто маски производил медицинские кабинеты имеют медики зарабатывают здесь сейчас практически нет туристов практически нет наших обожаемых китайцев не практически здесь нету и это многие говорят что это одно из самых лучших времен на бале когда земля отдыхает все это реально ну здесь остались те кто как бы живут ценник упал очень ценник упал да всего хватает всего в добу в общем вас нет нам хорошо мы конечно ждем туристов все равно ждем ждем не конечно все равно и тех кто на бали бизнес так или иначе или какие-то дела завязаны на туризме это как конечно хочется хочется чтобы люди начали ехать а ты за стол еще тот когда самое постоянно что говорят что какие-то космические пробки были да да то есть здесь нет такой инфраструктуры да допустим развитой то есть балийские улочки маленькие здесь туризм сильно развился последние лет 10 соответственно никаких там хайвеев каких-то серьезных пока не настроили еще то есть в городах если между условными поселениями да там чангу буд там кута есть более-менее сносные дороги широкие там на 3-4 полосы в одну сторону то в маленьких местах уже внутри убуда были пробки ты сейчас вот едешь по убуду ты можешь представить здесь были пробки в центре то есть непонятно где им там быть там да две улицы а представляешь там был был такой период когда ты в тротуаре в пробке стоял человеком пешеходом да ты просто стоял и медленно двигался потому что настолько большой был поток людей которые просто пешеход ну идут рядом с дороги единственное такое где видел это в гонконге на тим шатсуе вот один-в-один гонконг ребята помнят сим шатсуе улица ты как бы ты с людьми идешь и ты в потоке такой ну соболева бы у него такой стиль импровизации он как бы в россии немного комиков на самом деле кто в подобном стиле работает есть еще романов он прям без мата такой кучерявин да 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 вот он у него по двухчасовые концерты полностью им провести с импровизированы да 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 вот соболь они вот в этом стиле работают они более-менее мэнстримные но на самом деле кроме них основной на импровизации никто не вышел комиссаренко ну да но все равно больше как бы с подготовленным материалом работает обкатывает принципе по той же схеме что и мы на западе как бы это отдельный вид есть комики которые заточены под импровизацию и к ним ходят потому что они охуенно это делают джиме к я смотрел вот его импровизация да 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 знаешь почему потому что хеклер его ставят на место у него есть хеклер это человек который зала выкрикивает и мешает выступать и обычно комики на них очень жестко реагируют и поэтому даже если ты жестко им отвечаешь да типа зал такой сразу типа респектуют тебе машинка это киевский комик достаточно хороший известный мы тоже нас была проверка материала и он начал прожаривать какую-то женщину в зале а потом оказалось что на этом типа рак пережила там и вообще тоже у нее тяжелая ситуация помнишь да и вот как он выкрутился из этой ситуации ну то есть да ты всегда можно выкрутиться если по-доброму подойти вот поэтому как бы никогда не знаешь но в целом как бы выкрикивать зала это неуважение к труду комиков блин вот мне вот мне кажется вот мне я иногда я думаю если он начинает импровизировать то он сам вышел на материал его перед но если он допустим задает вопрос зал бля я всегда то есть о он сам он бросил вызов зала ты бросил вызов держи братан это это профессионал я любитель я из зала давай попиздим да с этим проблем нет в принципе если ты если ты должен выходить на диалог и как бы общаться и задаешь вопрос окей как бы здесь проблем нет чтобы люди выкрикивали это как бы и требует комик но если ты считаешь свой материал у тебя шутка построена ты как бы каждое слово выверено особенно если это постоянная шутка и если ты где-то сбиваешься она перестает работать соответственно зал не получает кайфа комик не не получает кайфа того что шутка поломана и ну кто выигрывает только человек который требует к себе внимание в зале которому его не хватает ну как бы поэтому его проучивают обычно и у этого есть термин хеклер англоязычный не обратная ситуация я знала об этом слишком много уже мотива чешком я уже об этом стало больше чем люди когда которые сейчас интервью мне кажется прикольно добавить что мы похожи на спецогены просто будет и она будет лучше работать там было уточнение какое-то в принципе то же самое говорит моя мама но и там не было перевернувших то есть это просто какое-то уточнение было бы гораздо логичнее куда какой-нибудь перевернувших добавить я выдумал там было про то что я знала когда мои подруги начинали жить половой жизнью в принципе как я знала я маминой не как ты открыл здесь стендап клуб так хорошо начну с того что я всегда следил за стендапом вот за комедией в целом но не старым то есть я не следил никогда за квн-ом или там я квн-щик матерый то есть я вообще не шарю 95 махачкалинские бродяги там дети лейтенанта шмидта ну лайк ребят кто помнит да да ну то есть вот этот период я вообще не заставал и у нас соответственно в школе или на каком-то уровне не было никогда квн-а я сам из киева и в целом как бы ну у нас там какие-то свои были там девяносто пятый квартал где передачи но они все рожди какие-то свои а у вас президента с девяносто пятого президент из комик да и местечковые команды были там зеленский там игра короче да и но это все равно был какой-то ну колхоз для меня ну условно верят все это смотрели моей бабушка с дедушкой по телевизору то есть я смотрел на это и думал ну неужели вот это вот есть наш и там юмор креда кривое зеркало и так далее сейчас смотрел все думал ну наверное вот так дальше я начал развиваться youtube я начал потихоньку смотреть русскоязычную андерграундную комедию и параллельно смотрел еще англоязычных различных комиков и собственно на них и построена была моя культурная вот это скажи что первое тебя зацепило в русском юморе и ну в иностранном вот первые проекты которые ты помнишь что ты такой вау типа первые проекты слушай наверное наверно меня дну камеди это соответственно первый такой но это все равно не совсем классический стендап это это смесь к вена и и стендапа я бы сказал да то есть все равно там есть всякие миниатюрки отыгрыш это немножко другой же я скажу откуда камеди взялся был так называемый черный квн подпольный квн то есть это те пошлые шутехи которые нельзя было показывать на квн и и на фестивалях в сочи на всех фестивалях были тусовки после квн закрытой тусовки до сих пор есть в видео где ребята из челябинск-магнитогорск уездный город там там нахуй за хуй разрывают зал просто ну и понятно что квну это репутации ломала квн это как бы хоп типа прикрыл эту лавочку типа нефиг собираться ну и как бы окей все равно comedy club для меня был а это квн да да так вот камеди это мартиросян это тот кто автор и продюсер и армянских этих короче и сочинской команды ага в то же время на ютубе как бы я я смотрел все на ютубе то есть я был таким человеком я рос уже с ютубом то есть я принимал пищу и смотрел ютубы это нормальная для меня была рутина это какой год ну это там со школьных времен еще мне сейчас три года назад можно и так сказать полтора такой стартерский юмор да нормально я в 17 школу закончил ну то есть 7 лет назад 7 8 мне сейчас 24 7 8 это было ребят почти в 2014 да как раз революция в киеве я уматывал потому что понимал что очень ситуация будет нестабильная я бы я хотел уезжать было не смешно это скажем в киеве было не смешно было не дашу тогда скажем так я уехал но постоянно следил за стендапом в режиме онлайн потом поперечный меня зацепил хоть и его и не очень котирует можно я буду перебивать особенно слой поперечный конечно я ни хрена не понимаю этот им это реально смешно вот для меня то что он собирает много это набор людей это показали для того что ну наш народ он немножко туповат и вот это халает потом его еще обвинять то что он лусике я просто взял о да перевел дания он эрудировал он крут но вот меня обижает что на такой юмор собирается столько народу а потом мы коснемся небольших комиков которые на мой взгляд разрывают и в украине тоже знаю окей я продолжаю с тобой общаться несмотря на то что твой юмор вырос на поперечном нет это ты спрашиваешь просто первые проекты которые я увидел которые стрельнули сильно поперечный для меня это тоже не супер идол комедии да то есть сейчас уже какой-то путь пройдя в этой сфере я понимаю что действительно он много фишечек ну как бы брал даму хоть и неосознанно на латыни это пизданул называется мы даже стали в его честь называть термин когда забываешь что ты спиздил чью-то шутку типа услышал и мозг придумывает что это ты как бьет с одного не подожди вот вот я реально иногда чего-нибудь ну шутка ну а потом думаю а это моё или ну вот оно там где-то на подкорке это называется эффект поперечного в комедии да если я реально придумал второй раз то что уже сто раз было придумано самом деле зависит очень сильно от контекста если это действительно твой опыт и ты это переживал и ты шутишь на эту тему то как бы ну не я я бы не убирал это у поперечного шутки все про дурочку мы все это переживали что теперь скажешь что это опыт поперечного ну поперечный еще взял стиль типа он мало шутит он просто типа говорит абсурдные факты и которые как бы противоречат многим каким-то устоявшимся понятиями из-за этого это смешно тем не менее трансляции путина смешнее тем не менее ну как бы путин в целом это вообще мне кажется как еще комедийный проект целом построен простите что я перебиваю постоянно это весело да охуенно перебивать на самом деле он чбд все успешные шоу комедии построены на я только не отойду ты мне еще пищу для перебивания ладно возвращаемся все прошу возвращаемся к тому времени когда ты был юн совсем дитя и кушая что вы там кушаете сало борщ ты смотрел поперечного вместо того чтобы по украине смотреть как оранжевая революция проходит да короче смотрел это все и смотрел начал смотреть американскую комедию андерграундную на самом деле ну не только андерграундную на самом деле начинал я со старых классических там эдди мёрфи и так далее потом си кей все стендапы си кей вообще является моим таким топ топчиком для меня я считаю что он гениален он уже столько лет в этом двигается и ну как бы все его проекты построены на высмеивание очень страшных обычных вещей как то с которыми мы сталкиваемся мне это очень это заходит как как тебе последний вот который после 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 по моему он молодец выкрутился из всей этой ситуации еще себя простебал несмотря на потерянные бабки и время пояснили ребят который не понимает о чем мы говорим за ситуацию короче есть такой американский комик рыжий лысенький вы наверняка его видели луисе кей вот у него была такая ситуация что на него общем подали в суд до девушка за домогательство и превышение своих служебных полномочий какая-то такая штука была и в общем суд дело в том что он якобы пригласил и девушку которая на него работает к себе в номер сотрудницу да и попросил попросил у нее спросил хочет ли она или не против ли она до чтобы он вздрачнул на нее ну то есть просто я был бы не против просьба ну типа был бы против пухой пускай дрочит ну да блять это ж луисе кей ебать то пускай дрочит в этом в этом и проблема проблема в том что да типа проблема в том что с одной стороны он настолько авторитетный что ему не откажешь и она не могла отказать что на него работает условно говоря или как-то с ним связано с другой стороны он реально у нее спросил и она ответила окей да короче в итоге суд его обвинил и весь этот скандал на фоне всех движений в сша да ну предался огласке и у него отменились слетели его контракты с hbo он должен был выпускать спешл большой потом по моему он потерял 15 или 20 они вообще там охренелись они кевина спейси там для тебя вот это движение мету ребят я вас один день поймаю всех накажу да вот это то есть то есть они повсплывали сначала бегают за продюсерами вот не стесняйся говори как есть сначала и бегают там сами там готовы да то есть тут движение поднялось им бабок захотелись пособия в америке не дают трамп ушел да и такие где бабок срубить опа я ж помню на меня дрочили она тебя помимо него чего никто не дрочил что ли блять что ты сразу к лусяке это согласен то есть но это противоречивая тема короче короче у него слетела до хрена да да он нормально так потерял и казалось что в принципе его карьера на этом может остановиться хотя своих стендапах он такие как бы вещи рассказывать что принципе понятно что это не самое возможно страшное что он творил своей жизни там подрочить на он не стеснялся он всегда об этом говорил вообще всегда об этом говорил ну фетиш такого человека вы тоже не надо там сидеть и смотреть типа говорит что у меня нет каких-то таких штук по-любому оно есть у всех и как раз в этом боль больше даже когда чувак сильно прилизан и сильно правильно сука я думаю он по-любому есть либо котят на байке по ночам давит блять либо хрен знает ну чего-то кого-то нас силует блять вот значит там грейпфрут насилу это в лучшем случае они меня пугают вот эти очень правильные люди которые кстати да давай давай я сразу скажу это кстати есть идеология стендапа целом да то что ты выходишь на сцену и ты не говоришь всем какой-то красавчик ты говоришь всем блять я короче драчу на женщин у меня такой фетиш папа поэтому мне тяжело со стендапа мне нечего сказать я охуенен я красавчик и мне не ничего такого плохого всегда есть да конечно это сейчас это психотерапия но нет типа в стендап это это вот массовая психотерапия по факту ты высмеиваешь свои недостатки они есть у каждого если не каждый в обществе кто-то узнает их себе да и почему людям смешно потому что они такие блин типа это круто чувак узнает что-то наверное то есть во мне наверное я это замечал и стон смелый типа может себя прожарить к разминке которую проведет лоран правило номер один называется все комедийная импровизация но не надо всегда стараться шутить просто будьте внимательны и реагируйте отсюда выходит правило номер два внимательно слушайте слушайте глубоко если вы зрители слушайте смотрите все что делают актеры если вы сейчас в сценке слушайте внимательно своего партнера не надо в это время пытаться что-то придумать и чтобы потом реагировать как-то странно чтобы вот расходился сюжет нет нет на утреннике на утреннике вы не стриптизер нет 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 вы не священник на утреннике вы просто актер на утреннике соответственно если вам страшно вы делаете вот так вы не делаете вот так вы делаете так а чтобы чуть-чуть чуть-чуть переигрываете прекрасно и следующее правило если у кого-то что-то получилось кто-то сказал в рифму или классно пошутил или классно отыграл в любом случае вам что-то понравилось делаем вот так попробуйте у всех и работает у всех и получается супер у всех работает так давайте попробуем еще раз только умножаем эмоцию в пять раз мы крепче задумываемся давайте попробуем андрей прекрасно следующий классно сделай так и так фишка здесь вы хотите что ваше мясо было очень расслаблено но мышцы расслабляется как будто бы только кости двигаются не кости а кости и чувствуйте что движение началось от ваш сустав чтобы не было пальцы руки и ладон ну как-то прямо как будто бы ваше легкое начинает движение внутри ваши ребра правая нога снова как будто бы ваши половые органы начинают движение левая нога и снова чувствуете ваш жир ваше мясо ваше мышцы как будто бы просто как последний раз бы веганы кушали а и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 Я такой, ну, я подумал над этим И с этого все родилось Короче, очень интересно все раскрылось Но это благодаря вот тому желанию выступить со стендапом Ты говорил, что ты увел небольшую аудиторию с английского стендапа Да, вот она здесь Это Лоренц, он канадец, говорит на русском и выступает и на английском, и на русском языке Ну как говори? Говорит это на тянута сказано? Я тебя не понимаю На самом деле Макс выступает на английском, очень классно Да? Хочешь фишку? Он сейчас, мы сейчас записывали, я говорю Расскажи те шутки, которые ты там говорил на первом выступлении Он сказал, знаешь, что я ему сказал? Это лучшее, что я тебя слышал Даже два лет прошлых выступлений, которые были, они были хуже Ну он, конечно, сказал, что я репетирую, ну там все такое Ну хорошие, хорошие шутки Реально же есть такая шутка, штука, шутка, да? Что из-за того, что через тебя проходит много юмора И ты юмор уже не шутишь, а ты его сразу анализируешь Ты даже шутку, она еще не дошла Ты такой, бля, так, она сработает, записать И ты перестаешь смеяться, есть такое или нет? Есть такой эффект интеллектуализации шутки Ага Действительно, когда ты слышишь шутку И вместо того, чтобы расслабиться, да? И получать от нее эмоции Ты начинаешь думать, почему это смешно сразу Ну типа и анализируешь И себя критикуешь И сам себе запрещаешь ее рассказывать Потому что, чувак, блядь, это твой тонкий юмор Его поймешь только ты Нет? Такое тоже бывает Это моя исповедь сейчас была Возможно, возможно У меня есть такое Но я эти режимы научился переключать со временем Вот смотри, мы были на читке в среду, да? Читка, ребята, это репетиция стендапа Я там даже не улыбнулся ни разу Вот А ты видел, что в зале? Смотрите, мы на читке Там и все говорят свой материал Я там даже что-то там с броневика ебнул И не смешно Ну как не смешно? Мы такие, как приемная комиссия на экзамене Так, добавь этого, добавь того На следующий день, четверг, стендап Сейчас он где-то тут появится Вот Бля, зал смеется Я понимаю, что, чувак Ты закостенел Ты вообще, ты даже не понимаешь Ты должен стесняться Ты должен шутить Вообще Дай свободу Оставь зрителю право Посмеяться, может быть, над тем Что тебе кажется уже даже заезженным Сто процентов Сто процентов На читках редко когда смешно прям Потому что Мы в режиме редактуры работаем То есть мы Я первый раз был на читках Я внутри понимаю Что смешно А что не смешно будет в зале То есть я уже чувствую это Ну там Я угадываю Процентов 80-90 на читке Значит, ребят Я сегодня в Леопардово Не зря Я хищник Я вышел Из джунглей Я вышел на охоту Но не за телочками Как обычно Как ты подумал А за хорошим Мать И вот за таким настроением Я пришел на Бали стендап Ребят Я был на стендапе в Питере Я был в Москве В Краснодаре В Краснодаре Крутой стендап-клуб Привет Блядь Но то, что они делают здесь на Бали Это круто Сегодня будет обкатка материала Но я даже вчера на репетиции был Мне понравилось Пойдем Есть? Есть сишка? 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 Сишки нету Ты нервничаешь? Я нет Ты же не выступаешь Я не выступаю За что ты отвечаешь? Я фотографирую За кипяток для моего чайника Да Я имел в виду чайник Отручаем Я поняла Да Скажи честно Ты подошла, потому что я в Леопарда? Да Я оттуда Работает Мы сегодня впервые на стендапе Пошумите, пожалуйста Короче Обещаю немного Что сегодня будет происходить Сегодня у нас проверка Новый материал То есть Те шутки, которые вы слышите Они были написаны буквально на этой неделе Такой симпатичный Я смотрю на тебя Такой высокий Длинные ноги Я всегда хотел Такой парень в моем жизни Как дела? Ну че? Как тебя зовут? Саня Саня? Я вообще не... Я думаю, что твой голос будет как Саня Давай еще раз Окей Как тебя зовут? Доня Классно Саня, очень приятно Я рад Я Лоренц Джей А иногда я забываю мою имя Поэтому, пожалуйста, повторяй после меня Я Лоренц Джей Ты Лоренц Джей Motherfucker Кто это сказал? Как ты чувствуешь, что у нас есть комната полная И только ты разговаривал? Я в потоке Ты в потоке Мой поток Давай как-то все скажи это Раз, два, три Я Лоренц Джей Я Лоренц Джей Везунчики, на самом деле И я вас с этим поздравляю Вы залетели в прятки за корточку Вы летели, так сказать, из душной стороны И я вас поздравляю, ребята, что это за лед Считайте, что у вас две полоски Месяцев через девять У вас появится какой-нибудь онлайн-курс Стою перед зеркалом Мы же все на бале живем И читаю афирмацию Подруга сидит моя Я хочу учить Я мечу Шанель Хочу купаться в розы Классное УТП? Она мне говорит Это не УТП Это УТП Она подруга просидит, она попросила чуть-чуть почитать Она во вкус вошла Все-таки я же люблю подарки Мужики очень странные Просто я отучилась на SMM Маркетинг Потратила шесть лет Выставляю такие посты лонгриды Никто не лайкает Никто не покупает Выставляю свою задницу Ее купили два раза Чуть не разорвали Ну просто я вычитываю сразу так Он сразу-то идет в ресторан Скударит цветы Заварит комплиментами Ну а простой просто поведет Ну кто же это на бале Такой скажешь, пойдем кокосовую водичку попьем на пляже А потом еще скажешь, что-то сосать тебе Знаете, что самое интересное Это работает Мужиков на бале мало Короче Мне кажется, Алис нормально Пошумим, давайте Как ты начал и первое мероприятие Расскажи про это Значит, как я начал В какой-то период я, в общем, хотел выступать со стендапом в своей жизни Но ссал Реально Я помню даже, мои друзья выступали А я такой ссал Но это было в другом месте В Киеве, нет? В Польше я жил В Польше? Да На русском языке? На английском На английском Здесь на бале В принципе Появился англоязычный стендап сначала В Деусе В Чангу И мне сказали О, там есть стендап Макс, иди, сходи, посмотри Что там вообще происходит Я прихожу и вижу, что Ну, как бы Уровень юмора Не супер прям классный То есть это не профессиональный еще стендап Но он растет То есть, да Это уровень любительский Но с большим интересом Ребята там залетали И к ним можно было легко присоединиться Я пришел туда со своим товарищем Вот Чтобы посмотреть, как все устроено У них И Я тогда, помню, поворачиваюсь к нему и говорю Женек, смотри Спорим? Через неделю я выступлю там на сцене с ними На английском языке? На английском языке, да Он говорит, ну давай, спорим Расскажи свои впечатления О том, какого уровня там шутки были Там были Почему так резко? Ты был уверен в материале? В своем нет Потому что у меня его еще не существовал На тот момент Да, то есть я У меня даже не было понятия Как писать материал Я просто понимал, что мне это нужно Где-то внутренне Что Вот этот способ самовыражения Творческого, да Для меня Мне подходит Я искал свое творчество Долго До этого То есть я работал Там Последние мои работы были в маркетинге связаны Я был там директором по маркетингу в криптопроектах Вот последняя моя работа была На австралийской биржи я работал Вот И, короче, я понял, что это все не то Мне хочется очень сильно творческой реализации Вот И Там Я видео пытался снимать Ну, короче, не находил свое творчество И вот я вижу, что этот жанр такой Ну, который бы мне подходил Потому что у меня хорошая речь Более-менее поставлен там Я умею шутить, как мне кажется Вот И У меня хороший английский в том числе То есть я понимал, что у меня есть все козыри И мне всегда У меня всегда были какие-то философские, короче, мысли В голове Но мне всегда не нравилась, короче, вся серьезность С которой это, блядь, все преподносится Типа как будто вот это единственная истина Знаешь, эти всякие там Не знаю, лекции философские Как там надо жить Какие там чакры То есть ты хотел доносить эту мысль, но иначе Конечно Через юмор Я понимал, что это исключительно единственный правильный способ И для человека воспринять эту информацию без барьера внутреннего Соответственно, вот с этими всеми мыслями я иду через неделю Прихожу на читку англоязычную И приношу свой материал, который написал Когда ты его написал? За ночь? За день? Я написал его Реально писал Слушай, не то чтобы прям долго У меня были какие-то уже заготовки, мысли в голове То есть они не были на бумаге И я записал их в такой вот там Семиминутный сет у меня был На семь минут шуток расписал Пришел на читку И помню, что вот на читке меня очень сильно трясло Я прям волновался представить его перед комиками Это было гораздо Ты знал, это для тебя была Ну, как бы радушная такая атмосфера Или ты пришел как белый ворона? Хороший вопрос Я думаю, что я пришел больше как белый ворона Туда Потому что там То есть они такие, о, типа, русский, ну, украинец Русский, там, кстати, уже был один Был, да? Среди них, да Но он не палился очень сильно А, он говорил по-английски и не палился, что он русский, да? Ну, он говорил на английском, было понятно, что он русский Но вел он себя не как русский обычный Я понял Но неважно Я зачитал свой материал Я помню, было сложно Меня прям трясло Я помню, потому что Ну, все Ты как бы свою душу, условно говоря, оголяешь перед народом на оценку Ну, так себе и ситуация Вот И Было страшнее даже, чем выступать На самом деле Да? Да Я прочитал Ребята сказали, я помню, что Ну, окей, неплохо Давай, ты, типа, почисти немного А ты сам как думаешь? Я знал, что это нормально Нормально, но то, как ты подал, и в итоге вот это звучало хорошо? Я думаю, не так же, не так хорошо, как со сцены в итоге Потому что я помню, что я читал быстро свой материал Волновался Да, волновался Я не делал там какие-то эмоциональные моменты Не включал там, которые нужны, да, для того, чтобы шутка работала Ага Не отыгрывал ничего Просто читал Но ребята, так же, как и мы сейчас Понимали, что работает, что не работает Ага И поскольку конкуренции было ноль И нужно было кого-то ставить на сцену Они брали большинство народа Соответственно, так я и попал Значит, на следующий день выступление было Я подготовил свой материал, прошел читку Сколько народа? Бля, человек 151 200 было Ебать Да Реально? Да-да-да, там в Деусе меньше не собирается Нормально вообще И я выхожу на сцену Я помню, что было стрёмно реально Но я хорошо подготовился То есть я репетировал дома Я этот материал я проводил Я его прогонял Я его тестировал И то есть я хорошо его знал Я выходил на сцену уже с полной уверенностью Что я сейчас буду подавать Но я выхожу на сцену Где я выходил? В начале, в середине, в конце? Фу, слушай Это же важно, нет? По-моему, я в середине где-то выходил Это нормально Да, нормально То есть не в самом начале Ну и зал уже был тепленький В принципе Мне повезло Потому что у меня на самом деле Хорошее произношение на английском И мои шутки хорошо понимали Некоторые ребята просто не залетали Потому что произношение было не то И прикольно было то, что с нами были намешаны индонезы Которые на английском тоже выступали И это все было очень теплая Такая прикольная атмосфера То есть зрители были тепленькие Friendly Friendly, да Friendly Я тоже по-английски говорю У меня был материал про русских женщин Сходу То есть я понимал, что это точно зайдет на англоязычную публику То есть ты рассказал этим всем Да Что у наших не так, как у ихних? Нет, я им рассказал, типа Как встречаться с русскоязычными женщинами Что надо делать Ну-ка, давай, долбани для эфира Что-нибудь На английском Ну давайте я попробую перевести Не на английском Скажи по-русски Суть какая была Суть такая была там Ну сейчас, возможно, формулировка Ну, короче Всем привет Типа я там Я из Украины, я помню, сказал Но мне 24 Но я выгляжу на 34 Это потому, что я вырос рядом с Чернобылем Что-то такое там Ну, в общем Зашла в это шутка? Да То есть Чернобыль они понимают Пожди А это было до сериала Чернобыль? Это уже после Естественно, я знал А, и поэтому это зашло Это зашло Только из-за сериала Ага, давай А потом я говорил, что Да, на самом деле Типа мы В 18 вы только начинаете пить А мы уже бросаем Тоже сработало Нормально? Да, да Да Я говорю, у нас У меня с 13 лет был друг Со щетиной Одноклассник со щетиной Который покупал мне алкоголь Он был моим лучшим другом до 18 Потом почему-то мы больше не дружили Это тонко Тоже зашло А у них тоже с 18? У них там 21-18 обычно Ну, то есть поняли, о чем мы Да, да Потому что у нас с 18 лет Это прям четко Это тогда, когда можно купить И там типа раз, два, три И так все заходило И я такой говорю А что? Еще была шутка Что не так со стилем у русских мужиков? У меня была шутка В какой-то момент В какой-то момент Когда мы вылетаем из-за границы Во время паспортного контроля Нам выдают вот эту майку С обрезанными рукавами И гавайские шорты И говорят, это ваша униформа Сетчатую майку Да, да Сетчатую майку Ну типа И потом я говорю А, и кстати У меня было много русскоязычных женщин Вы все любите русскоязычных женщин Давайте я вам расскажу Как правильно с ними встречаться Вот так Самый главный совет Когда встречаешься с русской женщиной Не встречайся с русской женщиной Бля Ну давай так Этот прием Он есть Где-то я его слышал Это классический прием Когда ты создаешь ожидание Глубокое Да Что главного там В какой-нибудь стране Главное не приезжать туда Да, да, да Ну то есть это такая Ага, ну нормально То есть на английском Размучало там типа How to date Russian girls Все ждут Я такой Just don't Ну типа Просто не делайте этого А, сейчас да Тоже бах-ха-ха Там сработало Бля, ну Потом я говорю Смотрите Русская женщина Это как женщина Которая прыгает тебе на спину Ага И она Вместо члена сосет У тебя из позвоночника Всю твою жизненную силу Твои амбиции Вот такое Короче А там прямо Ну это неправда Окей Я так на самом деле Не, вообще Это Давай так Это правда Но это неправда Что это про русских женщин Да Это в принципе Про вас дорогие В тот момент В тот момент Это очень хорошо сработало Потому что Там как бы В Чангу На Бали В целом Очень много Русскоязычных женщин Которые именно Сосут Да Мозг Да И не всегда сосут И поэтому там Это все узнавалочки Они сосут всегда Но они еще его Да Все верно Инфлюенсеры на Бали Да Чтобы что-то съесть Нужно всегда отсосать сначала Да Круто Я каждый день кушаю Мы организовали Мы собираем Отряд самоубийц Только одному человеку На этом острове Реально хочется выступать На русском Это был я Всех остальные Как бы просто мы Я помню Мы выбросили Просто в чаты вообще Типа объявление Что смотрите там Стендап Набираем народ Кто хочет выступать Ну пока просто набираетесь Да Мы типа вообще Никаких Ничего И Я охуел Ну буквально Через пару дней Набралось там 12 человек Которые были готовы Выступать за стендап Ты не ожидал Вообще не ожидал Ты о чем думал Причем давай так скажи 12 человек 10 из которых ты знаешь лично 5 из которых твоя семья Я знал одного из них Лично только Которого я позвал Опять же Этого русскоязычного комика Из англоязычного стендапа Все А люди были Они хотели Просто им нужно было Дать какую-то площадку Ну они такие О типа Это Что-то новенькое Давайте попробуем Нам какую-то теорию дадут Сцену дадут Почему бы нет На Бали в целом Поддерживают любую хуйню Ну да Ты очень правильно сказал На Бали Поддерживают хуйню А потом разбирается уже Какая она Да На Бали Очень классное место Чтобы что-то такое Начинать Здесь реально все поддержат Как мне сегодня Сказали такую шутку Девочки говорят Мы пошли на семинар Как дышать Пись В общем 12 человек Из них Выступал со стендапом Только я и этот парень По одному или два раза Максимум Да И все И остальные люди Это абсолютно Неподготовленные люди И мы Абсолютно не понимаем Что с ними делать То есть Я помню Я какую-то там Речь толкнул Сказал Ну вот так-то Так-то надо делать Давайте попробуем Просто хотя бы Познакомиться И я помню Что первое Что мы сделали Мы сказали Стендап это то место Где нужно высмеивать себя В первую очередь Давайте попробуем Это сделать Ты знал какую-то базу? Как откуда-то она Короче она была Я не знаю Я не читал В тот момент Я еще ничего не читал Я смотри Ты сказал читал Я хотел вернуться Ты сказал Сделал одну Очень важную вещь Ты когда с другом Вы сидели на стендапе На вот этом На маклоязычном И ты говоришь Через неделю Спорим Я через неделю Здесь выступлю Я купил Стендап Библию И читаю ее И она говорит Там женщина Ну она крутая Все кто стендапом занимается Или хотите заниматься Вы знаете Есть такая книга Библия комедия Да Библия комедия Я ее читаю И до какой-то страницы Дохожу Недолго Она там говорит Какая она хренина Я тех-тех-тех подготовила Поверьте мне Вы дочитаете У вас получится Все А теперь говорит Стоп Прежде чем ты будешь Читать дальше Ты должен назначить Время своего выступления Сказать об этом Своим друзьям Сказать им место Время И все У тебя нет Потериала Никого Это нет Ты говоришь И только потом Ты дальше читаешь Я закрыл эту книгу Это было два года назад Я этого не знал Да А ты сделал Очень правильную вещь Ты сказал Через неделю Я здесь выступлю Я закрыл Это было полтора года назад Как раз карантин начался Я был в Ялте Я думал Ну вот там есть у меня У друга кафе Ну там соберу То есть я уже такой И тут карантин Я такой Ну карантин Ну я бы выступил Но Я ее так дальше Не открыл Прикинь Ты сделал очень классную вещь Ну по По библии Потом я со временем Прочитал эту книгу И увидел А потом да Конечно да В общем И у нас было Четыре дня на подготовку У всех этих людей Мы нашли сцену Мы пригласили народ Сцена была в парке Здесь В Убуде Это был Самый разгар карантина То есть локдаун полный Я вообще не знаю На что мы рассчитывали Если честно В парке Не собирался народ? Ну чуть-чуть собирался Но это все равно Как бы Мы были первыми Кто вообще Кто-то что-то сделал В парке То есть он только открылся Там ничего не было Ни магазинов Там только достроили Первый какой-то эшелон жилья И все Ничего нет Никто не проводил ничего Поэтому они были счастливы Нам что-то предоставить Соответственно Они нам пошли на встречи Я помню Что они нам давали Бесплатно сцену В какое-то время Первые 10 стендапов Детские утренники Я думал Что я очень крутой чувак И я выступал в костюме В костюме В смысле Очень пафосно Вот эта тройка Которую ты со школы забрал Для свадьбы хранил? Нет Это кстати костюм У него забавная история Как он мне достался Но это уже здесь На Бали был куплен Короче Я в костюме Такой багажур крутой Думаю Сейчас я там И начинаю кого-то подъемывать И мне ничего не заходит Просто все в тишину В тишину Просто все мое выступление В тишину И так каждый выходит И там Ну дай бог Что-то будет смешное Вот что-то где-то Порвется Это просто вау Типа было И настолько Настолько Снисходительный зритель был Я в шоке просто И они такие Вот смотри Вот самое главное Знаешь что в этом Что мы сейчас угораем Вот ребят Как часто бывает Ты что-то делаешь Ты думаешь Бля позор Жесть Дно Да Не надо это оставлять Правильно Ты можешь сейчас сказать Не надо Вот реально Вот расскажи Давай Это было дно? Нет На самом деле Это было дно Это был кринж полный Но это настолько Люди дали их фидбэк Типа Блин ребята Да конечно дно Но потенциал есть Вот такое дали фидбэк Некоторые поддерживали То есть мы уже Мы как бы На следующий стендап Люди охотней Те кто уже выступил У кого не очень хорошо получилось Они с новой мотивацией пришли Сделать это лучше Показать всем Вы не сломались тогда? Нет Пару человек сразу отпало Да Были такие что сразу отпали Девочки особенно То есть они не выдержали А некоторые ребята Вот в самой первой читке Артем И Артем Новокшонов И Евгений Молоткин Вот они до сих пор Сами выступают Чтобы вы понимали У них больше 50 выступлений Есть уже на Бали Ага Да Это получается вот за год Получается По Каждую неделю Да Практически каждую неделю мы выступали То есть Даже чаще наверное Да Чуть-чуть Да Ну типа 50 точно было Сейчас конечно Страншная цифра Я прям думаю 50 Это прям много Это прям много Год прожил ты можешь Ну вот от того чувачка в костюме Ты сейчас чувствуешь прогресс? Конечно Огромный Все об этом говорят Я внутренне чувствую Уровень юмора очень сильно вырос Мы очень много работали Чтобы расти Мы все прочитали Все эти книги возможные Мы все Проходим постоянно читку Я Старался каждую неделю писать что-то новое Постоянно в заметках То есть Я искал юмор Я его изучал Я его анализировал Смотрел видосы Пересматривал там Других комиков Общался Со временем Что случилось К нам сюда прилетели Известные комики Тоже с нами выступали С нами выступал Незлобин Из Comedy Club Да там И СТС Проекта Незлобин он кстати Если разобрать В Comedy Club Он один из первых Начал делать именно стендап Да Он вообще Один из батьков Стендапа Вообще в России Да Я Павла Воля Вообще не беру Потому что я Потому что да Я не считаю Я хотел его сказать Стендапер Но это такое Ладно Не будем Воля тоже имеет право на слово В общем Да Сергей Матросов Победитель Стендапа на ТНТ Открытый микрофон Или открытый микрофон Да Вот короче Он Победил там И он резидент Прожарки На ТНТ Прожаривает Он с нами здесь крутился Как бы постоянно С нами выступал Один из нас Вообще крутой Это вам дало Очень сильно Он показал нам уровень То есть я помню Что у нас Очень любительский уровень Он уже как про Считается Он вам помог Именно на читках Да Он залетел Он дал нам схему работы Да Он предложил схему По проверок Материала Он показал уровень Да На котором можно шутить И мы стали К нему тянуться И в итоге В какой-то момент Выросли до Его уровня В том числе Некоторые ребята Очень сильный прогресс Получили Ну то есть Я прям Ну очень горжусь Но что мы сделали На самой первой читке Я помню Очень важное На самом первом сборе Это мы сказали Ребята Сейчас каждый Должен рассказать Свой жесткий зашквар Вот там Где вы прям Некрасавчики Это опять отсылка К зашкварным историям Да И как бы И вы такие Да-да-да Я там что-то говорю Я там Не знаю Первый Пасал Мимо униказа Да Типа что-нибудь такое Я там первый раз Подрачил В школьном туалете И типа Все такие Ааа Ну ладно Типа нормально Ну не супер зашкварно Да-да-да Типа Потом кто-то говорит Ой я там Когда был в садике Подсматривал за девочками Как они писают Это зашкварно Это зашкварно То что об этом Рассказывать Вот это зашквар Выдавайте Это зашкварно Ну короче Ну типа И короче Что-то там Все какие-то Такие более-менее Нелепые темы Говорят Там вообще Безобидные И один чувак такой Короче Я как-то Отсосал другу Под бифидроном И мы такие Ебать Мы такие Ааа И просто все Ухатываются Смеялись Да-да Ну типа Неожиданно было Что он Прямо Знаешь Такую Откровенную Но именно Такое же Надо было Рассказать Да Давай так Кто не отсасывал Другу под бифидроном Ну вообще Блядь Просто мы об этом Не хотим говорить Как бы Но по сути Нет Давай так Да Кто-то и без бифидрона Отсасывал Короче Нет Ну если друг хороший Что-то Короче И он стал легендой Просто этот чувак Ага Он в итоге потом На стендапе Об этом рассказывал И вообще Ну как бы Реально Это настолько жестко Ты мне не говорил Он сейчас здесь будет Наверное Продолжение Его не будет Он уже давно Давно перестал выступать Ну там пару раз Еще выступил Но неважно После таких зашкваров Люди менялись Постоянно какая-то Новая кровь приходила И мы нашли схему обучения Внедрение новых людей Очень быстро Ага И через какой Ну через сейчас Например Новый человек Там через несколько читок Может спокойно выступать У нас И на хорошем уровне Ну на более-менее Ну вот Ты помнишь Я залетел к вам на читку Думал Как ты Ну когда ты в костюме был Сейчас разъебу Сам не подготовился Вообще был В отвратительном состоянии Вот И что-то там Что-то там попробовал Как ты думаешь Что нужно мне сделать Чтобы я Выступил Получится ли у меня Да у тебя получится Если ты Хорошо подготовишься Самое главное Это написать Материал И Перечитать его Через какое-то время И убрать туда лишнее То есть пишем материал Ждем время Да Желательно его перечитать Хотя бы несколько раз Перед читкой Потом на читке Ты сам почувствуешь Что это у вас работает Что не работает И Перед выступлением Еще разок подчистить Ну то есть у меня Я В день В день выступления На стендапе Допустим У меня Мои 15 минут Нового материала Да там 12-15 минут Нового материала Я готовлю Часа 3-4 То есть Прям Включенный Такой фокус Слушай Я поймал себя сейчас На мысли Я еду на байке Блин Мне приходит Шутеха в голову Я думаю Ё-моё Надо останавливаться Надо Вот скажи Надо останавливаться Всегда Останавливаться Я прям Столько шуток Так придумал Ты не представляешь И она идет И я думаю Потом Я вот сейчас С тобой здесь сижу И я пытаюсь Ее вспомнить Если вы видели Я такой Подвисал Это я Вспоминал Шутку Блин Где она Вот я сейчас Сюда ехал Я ее забыл Короче Надо останавливаться Записывать Я всегда так делаю Раньше тоже проезжал Сейчас прям Понимаю Что Короче на байке Ты в каком-то Другом режиме находишься Твой режим мышления Начинает Медитативное состояние Медитативное состояние То есть Ты едешь Если ребят Не понимают Ну как дальние Полчаса Можешь ехать 40 минут Час Я так Чик спокойный Реально что-то происходит Ты думаешь А что делать Вот это вот состояние Чих-чих-чих Вот эти Обдумывающие ситуации Приходят вот эти шутехи Смотри Ты не просто прошел Этот путь Ты в нем сейчас находишься Ты прям чувствуешь Еще вот эту энергию В жизни Дай какое-то Монопутство Этим ребятам Вот Что им сделать Чтобы Не было так Посмотрели Ну такое намерение появилось Они не сделали Что им сделать Чтобы уже Если вы хотите выступить Со стендапом У вас появилось Такое желание Или оно было раньше Все что нужно сделать Это найти Открытый микрофон В своем городе В каждом городе Есть открытый микрофон На Бали здесь не было Если его не было Мы его создаем Да Если у вас Ну если Но обычно В городах в России Есть всегда Open mic Куда можно прийти И выступить Там вряд ли будет Читка Как у нас Там скорее всего У вас просто Выведут на сцену В какой-то момент Вот Если вы в большом городе В России У вас точно есть Open mic Ищите его Связывайте с людьми Скажите Я хочу выступить Когда возможно И сразу Забронируйте себе Спот Уже когда вы Это сделали Мотивации Написать материал Шутки хорошие У вас появится Гораздо больше Даже если Вы выйдете на сцену И это будет Полная хуйня Это будет Лучшее время В вашей жизни Потому что Лучше чем Пойти И Испытать Вот это ощущение На сцене Когда ты пытаешься Шутить И люди не смеются Я не знаю Что это дает Но это такой Буст энергии Дает потом На движение На что-то Ну Исправить эту ситуацию Что мы всегда говорим Лучшее первое выступление В полной лаже Чем первое выступление Очень успешное Потому что Я слушаю Я даже не думаю Лучших слов На которых мы можем Закончить Это круто было Спасибо тебе За наше общение Спасибо тебе За стендап На Бали Стендап живет Йоу Йоу Спасибо Привет Добрый вечер Как дела Как настроение Привет 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 Похлопаем Афганистану Молодцы ребята Как быстро захватили страну Аплодисменты Талибам Смотри Вам что не скажут Все нормально Замечали людей Которые соглашаются С помощью отрицания Ты типа Говоришь какую-то мысль И они такие Не-не-не-не-не Вообще правильно говоришь Смотрите Кто скучает по России Похлопайте Это зачем похлопать Супер Я скучаю очень сильно По России Но так как я из Москвы Я скучаю по Кавказцам Есть кавказцы в здании В здании В здании Где-нибудь есть кавказцы Вообще на Бали Да Да Окей Я хотел бы чтобы кто-то сказал Да И Звук Альяна Такой зашипал Я скучаю по Кавказцам На Бали Потому что Ну это очень колоритно Я мечтаю чтобы были кавказцы Не смотри на меня Чтобы были кавказцы В Угуде Можешь себе представить? Ты бля Чё В обуви Да Сила земли Уважаешь Нет? Чё смотришь на меня? Я твою маму руками Вылечить могу Надо? Хочешь? Слушай, бля Чё такой дерзкий? Давай раз на раз Выйдем на сухой голод Ароматно будет Вот поехал какой-то кавказец Он себе Из байка Сделал Громкий байк Да? Это как Из жигулей Сделать себе Затонированную Заниженную шаху То есть из полного говна за 100 долларов и неделю в сервисе сделать полнейшее говнище, да? Это же уникальный талант. У кавказцев на байле, мне кажется, вместо насвая был бы мачалаты. И кротом. Вот этот человек, если что, заблокируется во всех чатах, нафиг. Это вот он, кротом, поставлю вас на доски садху, блядь. Есть одно свободное... Едем на водопады, есть одно свободное место. Водительское. Вы возьмите нас с собой. Это все он. Да. Мы сами себя ведем, на самом деле... Не смотри на меня. Мы сами здесь себя ведем, как какие-то иммигранты. Вот как таджики. Мы ржем над ними в Москве, над таджиками, что они такие наивные, ничего не понимают. А мы сами. Вот вас останавливают полицейские на дороге. И на государственном языке говорит вам, здравствуйте, меня зовут Дакта, покажите ваши документы. Вы что, мы говорите? Ээээ, богус? Мы сами себя ведем здесь, как иммигранты. Мы собираемся в кучке. Ржем над прохожими. На непонятном языке с ними здороваемся. Но только вместо лесгинки на Красной площади мы танцуем экстатик-дэнс. И бачат. Кто здесь живет на социальной визе уже полтора года? Похлопайте. Есть такие? Ну, ну, я тоже. Вот год на социальной визе. Знаете цель приезда по социальной визе? Культурное развитие, блядь. Вы что? По стендапам ходите. И некоммерческие мероприятия. Это те, которые в групповых чатах называются безоплатные. Безоплатные, но с донейшеном. Из культурного развития у нас что произошло? Мы только вот за год, за полтора мы поняли, что нельзя было на эти коробочки наезжать, да, Артём? Нельзя было наезжать на коробочки? Отстой. Теперь я пробую. Мы за год или за полтора на социальной визе, за своем культурном развитии, сдвинулись на тот уровень, что мы понимаем, что Ниепи — это день тишины. А не день съебем на гиле, обожрёмся грибов и пойдём нырять в океан. Без аквалангов. И без океана. И без гиле. Культурное развитие, да? Мы ржём над таджиками, которые по видеосвязи с Красной площади звонят своим, правильно? А сами мы приезжаем, блядь, ворота стоят. Это просто ворота из района в район. Мы записываем сториз. Сегодня я в таком необычном храме, можно пройти насквозь. Это ворота, блядь. Сфоткался, иди дальше, да? Мне тоже сфоткался. Культурное развитие. А те видеоблогеры, которые в кафе, они же так же, как эти таджики, по видеосвязи, только ещё и им платят за это. Я про их самых, про коучи. Любите коучи? Есть коучи? Похлопайте коучи. Кому там коучили на волосы? Коучи пытаются по видеосвязи перекричать петухов, ну, других коучей, перекричать звук кофемашины и перекричать людей, которые рядом сидят в кафе и говорят «Заебал! Как-то заебал!» Ну, нормально? Похоже. Супер. Похоже на жизнь? Супер. Не кашляй. Тебя что, позвали кашлять? А что ты? Да не смотри на меня. Мы сочувствуем Афганистану, да? Потому что, ну, это же нехорошо... Нечешист. Серьёзная вещь. Да не смотри на меня. Мы сочувствуем Афганистану, потому что, ну, реально, это же нехорошо, когда страна переходит под контроль людей, которые базируют свою власть на религии и армии. Мы же не из такой страны, правильно? У нас же свобода слова есть. Сексизма нет. Нет сексизма, говорю, у нас. Нет. Мы прекрасно можем сочувствовать, правильно? Добрый вечер. У меня всё. Спасибо. Костя Пекинец. Сёма, дома поговорим. Сначала с тобой, потом с мамой, потом опять с тобой. Ребят, дистанку поаплодируйте. Мне кажется, он сегодня самый охуенный на сцене, причём-то про него никто не говорит. Ну, как бы вы поняли данный имён. Со мной охуенный сегодня дистанился. Значит, слушайте, если честно, вот я сейчас никого не вижу, мне нужна есть какая-нибудь девушка привитая? Привитые есть девушки? Красивая привитая девушка. Есть, Сань? Мне надо фотос, блядь, мне надо смотреть куда-то иди же. Есть кто-нибудь? Допустим, ты привитая. Да-да-да. На самом деле, сейчас не шучу. Чё ты? Не шучу. Я пожертвовал сексом, чтоб сюда сегодня приехать, да? Окей, и вот такие, блядь, ну чё-то типа, ну... Ну, я субуда, ребят, вы знаете, да? В Убуде секса нет. У меня есть, но у меня всего два. У меня сегодня... Я проебал сегодня один из двух своих запланированных, неиспользованных сексов, а сегодня только начало месяца. Это не шутка, это серьёзно. Ну, ребят, не знаю, я думал, вы хоть поаплодируете. Да-да-да. Ну, я не собирался ехать, но есть одна тема, которая меня просто бомбанула. Я говорю, не-не-не, я поеду. Хер с ним, с этим сексом. Я поеду, я расскажу. Вчера была читка, репетиция, я рассказывал вообще другие вещи, но сегодня меня бомбануло. Кто видел, РТ выпустила вчера, или сегодня это вышло, фильм про российские, что-то эти, короли криминала на баре. Кто видел, кто слышал? Кто знает про эту банду чуваков, которые подставляли людей с наркотиками? Похлопайте, кто знает? Кто слышал? Слышали, да? У них там мамка еще такая главная была, типа банда цапков. Слышали? А кто связывался с ними? Похлопайте. Может, кто-то связан был, нет? А кто они? Кто они? Похлопайте. Кто они? Что такое? Короче, я сейчас подъезжаю, подъезжаю, паркую байк, иду там у воронка. Ко мне подходят двое и говорят, слышь, мы смотрим, ты фраер так, заряженный по бабкам. Мне стало интересно, почему, как они определили, что я заряженный по бабкам. Я говорю, а что такое, ребята, как вы поняли, что я заряженный по бабкам? Я говорю, ну слушай, у тебя этот шлем фоу-фейсы, мопед помытый. Это не мой шлем, не мой мопед. Я думаю, ну плохо в образе буду, буду играть до конца. Это был шлем Семена, мопед его мамки. Я говорю, ну да, 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 давайте, ребят, и что? Они говорят, короче, красавчик. На самом деле, они сказали, короче, кабанчик, я красавчик и тебя добавляю, мне кажется, я красавчик. А я говорю, короче, красавчик, сейчас покупаешь нам два насигарена, я правильно говорю, насигарена? Я его еще не... Как он говорится? Окей, они сказали, два насигарена, покупаешь нам два насигарена, пачку тампонов и три пива, и мы не подкидываем тебе кротон и не вызываем ментов. Кто знает, что такое кротон? Кто пил? Ребят, не признаешься, кротон. Кротон, ебать, кротон, ребята. Я говорю, слыши, скобары, это легальная хуйня, что вы мне подкидывать будете? Так у нас и менты не настоящие. Да, 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 короче, я их послал нахуй, они едят там свой, на сигарен, пьют свои три пива. Я спрашиваю, слушай, у меня вопрос, вопрос, почему на сигаренко два, а пиво три? Почему на сигаренко два, а пиво три? Она говорит, ну у нас мамка на шухере, как бы там прячется, мы и пивка отнесем. Спасибо, спасибо, деснарк, спасибо, 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 как ваши дела, как настроение, все круто? Бля, охуенно, все уже тепликие, я когда уходил вниз еще готовиться, смотрел, думал, бля, я сейчас выйду, как можно выйти в холодный зал после всех комиков? Это вообще возможно? Так, кто хочет попиздеть со мной? Есть такие люди, желающие? Руки тянем? Руки тянем? Прик, здорово. Прик, здорово. Ты тоже высокий, как и я. Это ты. Это я? Я, это ты? Блядь, мы не в обуде, братан, оставлю. Я вижу, что ты высокий, у тебя охуенно длинные ноги начинают разлить отсюда приблизительно, как у меня. Отсюда, да. Примерно. Как у тебя рост? 18. Ах, ты ж не на раз. Подожди, я не из Лугу, не на раз. А я из Лугуна! Еще поговорим об этом. Проблемы высоких людей. Хочешь узнать? Знаете, какая самая большая проблема у высоких людей? Ты моешься, а душ вот у тебя перед лицом. Тебе нужно голову подставить вниз, чтобы умыться. У тебя паранойя, потому что ты везде долбишься головой. А все карнизы, особенно в Азии, ребята. Да? Ты играешь в маслепол? Ты из этих, да? Я из этих. Вы уже это поняли, да? Но из тех, которые спрашивают, да. Тоже. Да, получается, но не здесь. А где, блядь? Подожди. Вместе нам, я не играю в сменбол, прямо сейчас. А, ты вот такое, то есть, ты вот прям все воспринимаешь прямо? Есть. Есть место, где можно на поле играть. Всего две, там, с плейкой площадки. Да ты просто слышишь, что местные тебя разъебут. Он не разъебут. Как тебя зовут? Саня. Саня, Санерка, Санерка. Нормальный имя, классно. Да. Чего занимаешься, Саня? По сетапам. По сетапам ходишь? Класс. Прилетел и сидит. Ну, карантин же, все правильно. Как ты карантин провел? Чем снимался? В целом, ничего. Неудивительно, мы на бале. Здесь в целом, ничего, это нормальная работа. Ладно, нормально пошло, да? Пошли немножко, хорошо? Ладно, я через какое-то время, возможно, еще кому-нибудь даебусь, да? Хотите этого? Ладно, давайте сейчас, пока еще идет хорошо. Рука, рука, кто готов? Кто готов поговорить? Ладно, буду сам выбирать. Хорошо. Так, девчонки скучают. Ну, давайте попробуем. Привет, как тебя зовут? Мария. Ты метр пятьдесят, ты метр пятьдесят, тут уже связочка появилась. Все равно, ты лучше в боскеттолче, не играешь, скорее всего. Метр пятьдесят в Азии, это не нужно комплексовать, как бы, в Азии, это охуенно. Ты не спотыкаешься об все вот эти карнизы, и ты нормально можешь принимать душ. Друзья, где-нибудь я нигде не смогу, как же это будет? Ну да. Понятно. Нормальный побездель. Любая атмосфера. Я любитель создать дружелюбную атмосферу. У меня это получается почему-то. Я почему-то на стендапе я выхожу, и мне почему-то агрессия идет. Да и не знаю почему. В жизни я не такой. В жизни я не такой. В жизни я хороший. Я изучаю. Я делаю практику. Понятно? Это все, то, что вы видите, внешне, с внутренним никак не сочетается. Это не помогает. Я и так себя закопал далеко. Хватит. Я уже гей, блядь, без убуда. С высокого роста. Ну и так себе началось мое выступление. Ладно. Агрессивный. Ну, я выходил под слепнот. Короче, ладно, расскажу вам по материалу что-нибудь. Кто занимается спортом на Баре? Ходит в качалочку и так далее. Поаплодируйте. Вы знаете, здесь есть вот этот напиток Power Sweat называется. Power Sweat. Слышали? Синяя этикетка, все пьют ионизатор. Я подумал, блядь, это такие глупые переводы с английского если на русский перевести, это звучит как мощный пот. Это проколи. Поколи. Он называется пока не Sweat, Макс. Блядь, а я всегда думал, что Sweat, представляете? Спасибо, охуенно, теперь шутка сработает. Это не очень помогло, Семен, мне не в тази копать. Мощный пот. Ладно, перейдем дальше. Есть такая тема. Вообще, западные девушки и западные люди как-то странно относятся к ботоотделению. У них вот это, у меня была западная девушка, американка, она говорит, Макс, I'm so sweaty, you know, I just stopped your workout. I'm so sweaty. Она мне говорит, ну, типа, я потненькая. я говорю, да, но это не звучит сексуально, у меня есть душ, можно помыться просто, вот, смотри, в принципе, это нам не нужно. Я обожаю этот момент, самокрутки, да, это, знаете, нужно самому слепить сигареты, такое лего для взрослых. И когда у всех заканчиваются сигареты, это рано или поздно происходит на тусовке. Все приходят к Максу, и говорят, Макс, можешь скрутить сигареты? Я говорю, нет, блядь. Но самые смелые говорят, да, я сам сейчас скручу. Проходит пять минут, он говорит, мастер, мне нужна ваша помощь. Мастер, помоги мне. Подаван, тебе еще многому нужно учиться. Рано или поздно ты поймешь, что фильтра нужно класть два, а бумажки должны быть средние длины. Хорошо. Я не считаю себя хипстером, но когда я прихожу в кафе, мне капучино только на миндальном молоке предлагают. Других вариантов нет вообще. Иногда я прихожу в кафе, мне просто нужно обожаться сладко, вы знаете. Я тихонько у Фрицанта заказываю, мне, пожалуйста, двойной браунни и фрапучино в карамине. Хорошо? Я вот такой, мужчина повторите, пожалуйста, как раз не снимала, пожалуйста. Вы слышали, блядь, два браунни и фрапучино в карамине. Ты себе берешься, девушки от меня отворачиваются, я просто такой, а можно американу, пожалуйста? Обычно американу, больше ничего не надо. Потому что я мужик, правильно? Мы не пьем ничего с молочком, но только синий кофе. синий кофе. Так, эм, бывает, я еще две странички, если все. Знаете, бывает такой агрессивный друг в вашей жизни, который становится твоим другом без твоего разрешения. Знаете, такого человека, да? Приходит к тебе домой, пользуется твоими вещами, пьет у тебя водичку, обсыкает тебе туалет. Не очень приятный человек. Можно, Макс, я у тебя зубную щетку возьму, у меня закончились. Что? У тебя были вообще когда-то, блядь, зубные щетки? Ненавижу этого человека. Я вижу, что он несчастен, но очень старается, очень делает вид, что это не так. Я вижу, что я ненавижу его, но тоже делаю вид, что это не так. Понимаете? И вообще, блин, я же толерантный человек. Как я могу дискредитировать кого-то за его рептилоидность? Это неправильно. Все мои расы равны. Рептилоиды, гуманоиды, иллюминаты, все они равны.